Человек с ружьем, трое американских полицейских по ошибке расстреляли безоружного. Рядом с его телом нашли 19 гильз. То есть из трех стволов было сделано минимум 19 выстрелов для усмирения зачинщика супружеской ссоры. Начиналось все по простой схеме. Внучка позвонила бабушке, сказала, что папа и мама дерутся. Бабушка вызвала патруль. Патруль, уже 17 раз приезжавший за последние полгода по указанному адресу, на подъезде к дому услышал крики о помощи. Ворвались, открыли стрельбу, ранен и скончался в больнице. При этом его гражданская жена тоже ранена. На вопрос, почему полицейские действовали так жестоко, ответит специальная комиссия, которая отдельно отметила, что учтет, убитый полицейскими был черным. Но коллега Анатолий Лазарев провел свое расследование, стараясь понять, что за полицейский беспредел захлестнул за последний год колыбель демократии настолько, что это уже обсуждается в ООН. Американский полицейский за словом в карман не полезет. У него там другой аргумент, как правило, убийственник. Это съемки с нагрудной камеры офицера полиции штата Оклахома Ченси Макмиллана. Человек заслуженный. Воевал в Багнистане, Ираке. Закончив три года назад военную карьеру, решил начать правоохранительную. И вот очередной вызов. Чернокожий парень скандалит у церкви из-за того, что его девушка выходит замуж за другого. От полиции отвергнутый ухажер пытается сбежать. Роковая ошибка. За полторы секунды пять выстрелов в спину. Офицер оправдает. У убитого потом найдут пистолет, которым, впрочем, не пытался воспользоваться. А вот у 50-летнего Уолтера Скотта из Южной Каролины оружия не было. И шансов тоже. Восемь дней почти выпил. Но у погибшего были долги по алименту. Вероятно, потому он и попытался убежать от полицейского, который остановил его автомобиль за неработающий стоп-сигнал. И снова, офицер белый, жертва нет. В большинстве случаев именно так и происходит. 12-летний Томир Райс, застреленный на улице Кливлина за то, что держал в руках игрушечный пистолет, темнокожий. Эрик Гарнер, задушенный полицейским прямо на улице Нью-Йорка за торговлю контрафактными сигаретами, тоже афроамериканец. Как и Майкл Браун, чей расстрел Фергусона вызвал массовые беспорядки в городе. Акции протеста подавляли настолько жестоко, что даже организация объединенных наций сочла нужным призвать власти США к спокойствию и сдержанности. Полна возмущений прокатилась по всем штатам. Многотысячные мутики от восточного побережья до западного. Брайан Беккер, один из организаторов-координаторов протестного движения. «Эти плакаты мы делаем здесь. Вот, например, прекратите войну с Черной Америкой, с афроамериканцами, а их 40 миллионов. В этой стране обращаются как с врагами. Полиция ведет себя как оккупанты на чужой территории. Права чернокожих, как нарушались столетия назад, так ничего и не изменилось». «Еще одно требование – привлекать полицейских к уголовной ответственности за необоснованное и чрезмерное применение силы». «Судить надо не только того сотрудника, который применил чрезмерную силу, но и того офицера, который стоял рядом и не остановил его». «Полиция обещает сделать выводы, но ничего не меняется. Смерть жителей Балтимора афроамериканца Фредди Грея тому подтверждение. Белые полицейские задержали его, как позже станет известно, не имея на то законных оснований. Бросили в фургон, надев наручники на ноги и на заведенные за спину руки. Независимое расследование потом выяснилось, что полиция часто практиковала так называемые «жёсткие поездки». Машины специально круто поворачивают, резко тормозит и устаряется, чтобы задержанный катался по всему кузову, бился об стенки и потом в участке был позговорчивее. Но Фредди Грейт таким образом сломал шею и умер в больнице. Город накрыла волна протестов, погромов и беспорядков. А вот кадры с другого побережья, из Лос-Анджелеса. Полицейские пытаются задержать бездомного. Он сопротивляется, но силы не равны. На месте ЧП в общей сложности шесть сотрудников. Мужчин уже на асфальте. Его бьют по голове, слышен звук электрошокера, а потом пять выстрелов. Американская полиция была создана сотни лет назад, чтобы контролировать негров, индейцев, латиноамериканцев, рабов. Иными словами, не белых. Предвзятое отношение к этим группам так и осталось в крови у полицейских. Получая форму и оружие, они считают себя сразу и судьей, и присяжным, и палачом в одном лице. Ибрагим Лоттон работает в организации, которая изучает и пытается добиться расследования преступлений на почве расовой ненависти полувековой давности, времен борьбы афроамериканцев за свои права. Занимаясь прошлым, он видит много похожего и в настоящем. Раньше чернокожих убивали расисты Куклус-клана. Теперь полиция, куда пошли работать люди, симпатизирующие клану. Они получают право на убийство и иммунитет от преследования. Копы часто убивают без причины, часто безоружных, и ничего им за это не бывает. По статистике, полицейские США ежедневно убивают по меньшей мере двоих. К примеру, за первые 24 дня января они убили 59 человек. Столько, сколько полиция Англии и Уэльса застрелила за 24 года. В Австралии за 19 лет от рук сотрудников правоохранительных органов погибли 94 человека. А в США 97 лишь в марте. Офицеры в одном только Калифорнии ежегодно решают жизни. Втрое больше людей, чем все патрульные Канады вместе взятые. И при этом североамериканские полицейские очень ранимы. Вот красноречивый пример. Акция протеста – девушка пускает мыльные пузыри. Если хоть один пузырь дотронется до меня, тебя арестуют за нападение. Ты понимаешь меня? За мыльные пузыри? Да, с твоей стороны это будет преднамеренное действие. И я тебя арестую. Ты понимаешь меня? Я понимаю вас. Наручники надену, ясно? Если пузырь дотронется до меня, отправишься в камеру. И тут подул ветер. Девушка арестована. Она провела в участке 50 часов. В итоге ей действительно предъявили обвинение, но дело развалилось в суде. О чем закончится дело жительницы Нью-Йорка Джессики Кук еще неизвестно. Ее машина остановила патруль на импровизированном блокпосту. Джессика, студентка юридического факультета, указывая на нарушение сотрудниками разных правовых норм, отказалась подчиниться. Когда у офицера не осталось аргументов, он взялся за электрошокер. Этот случай получил громкий резонанс. Наши права забирают у нас направо и налево. Многие даже не понимают, что это происходит. Люди думают, что если подчиниться полицейскому, то все будет в порядке. Это не всегда так. И ты не должен подчиняться, если требования полиции незаконны. Мы должны защищать свои права. Полицейских к Мартину Хукбельду в штате Юта вызвали, потому что он разжег у себя на заднем дворе костер, и это раздражало соседей. А офицера, который прибыл на вызов с собакой, раздражало то, что Мартин был слишком медленным. Я не вижу твоих рук. Теперь медленно вставай и выходи. Фас. Фас. Сила действия, как известно, равна силе противодействия, а потому чрезмерная жестокость полиции вызывает защитную реакцию и ответную агрессию. На полицейских нападают с пистолетами, ножами и вообще со всем, что под руку попадется. Президент Абаба призывает ужесточить законы об оружии. Очередное заявление прозвучало на прошлой неделе после расстрела расистом в Южной Каролине чернокожих прихожан Африканской методистской эпископальной церкви. Погибли 9 человек. Давайте начистоту. Мы должны осмыслить тот факт, что подобное насилие не происходит в других продвинутых странах. Невинные люди вновь погибли отчасти потому, что человек, который хотел нанести вред, без проблем получил в свои руки оружие. Мысль правильная, считает юрист Кэрин Брайсон. Но ужесточить законы нужно не только для граждан. Любое изменение закона, которое уменьшит количество убийств, особенно на расовой почве, это шаг в верном направлении. Но эти меры должны касаться и самих полицейских. Реформа правоохранительной системы давно назрена. И пока это не будет сделано, считают эксперты, полицейские США продолжат. Сначала стрелять, потом разбираться. Голотой Глазарев, Матери Шневой, Марина Доронина, Роман Кайгород. Первый канал США.